Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Мы продолжаем работать в эфире. Это наш ежедневный проект интервью дня. И главной новостью, конечно же, прошлой недели были прозвучавшие последние звонки во всех школах. Радостные выпускники, наверное, их родители еще более радостные. Но для выпускников, кстати, начинается совершенно другая пора. То есть, с одной стороны, школа завершена, с другой стороны, впереди очень серьезные испытательные дни. Это сдача экзаменов. Ну, раньше мы говорили экзамены, сейчас это внешнее независимое оценивание. Это тесты, тестирование. И уже некоторые предметы сданы многими учениками. Но еще большая часть впереди. Я знаю, что стартовало тестирование 23 числа, 23 мая. И несколько языков уже позади, ну, в плане испытательном. Украинские языки, литература – это самое главное, что должны сдать все. Ну, а дальше, дальше уже, как говорится, по интересам. Анатолий Анисимов, директор Одесского регионального центра оценивания качества образования, гость нашей студии сегодня. Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Потому что сейчас у вас и правда такая горячая пора не только у выпускников, но и у вас тоже. Следите за этим процессом все время, наблюдаете, как это все проходит. Но мне кажется, что вот уже по прошествии нескольких лет это проходит достаточно спокойно и по накатанной схеме. Единственное, что в этом году ребята выпускные экзамены, точнее государственную итоговую аттестацию уже не сдают у себя в школе. А она проходит вот в виде внешне независимого оценивания. Поэтому и аттестаты наши выпускники получат уже только после окончания основной сессии внешнего оценивания. Это после 16 июня. Да, 16 последнего у нас тестирования. Тестирование, в принципе, старт был нормальный. В любом случае, мы довольны этим стартом. Без эксцессов. Довольно высокая явка. Реду моего сдали все? Ну, можно сказать, что все. На уровне? Довольно, что, значит, как государственную итоговую аттестацию сдали все. А вот уже для поступления в ВУЗ по рейтинговой шкале это все будет зависеть уже от того, какой будет пороговый балл, определенный экспертами. И уже от него будет выстроена табличка перерасчета баллов, которые выставляются тестовые за каждое задание тестовое. И баллы рейтинговые. То есть от 100 до 200 баллов. Пока еще украинский центр оценения качества образования не определился с пороговым баллом по украинскому языку. Но это будет буквально вот-вот на днях они должны уже огласить его. То есть должно быть заседание комиссии, в которое входит, в общем-то, это уже на всеукраинском уровне. Наша региональная комиссия отработали. Туда входят и представители Академии педнауки, вузов, и школы, и педагоги практики, теоретики. В общем, ну, я думаю, что примерно он должен быть где-то на том же уровне, что и был в прошлом году. А баллы прошлого года это какой был балл? Ну вот в прошлом году у нас максимально можно было набрать 104 балла тестовых баллов, я имею в виду. А пороговый был 23. В этом году тоже максимум 104 балла. Пороговый, ну, думаю, что тоже, наверное, будет где-то в этих пределах. Ну, подождем, что скажут эксперты. Дальше у нас вот прошли все иностранные языки. То есть у нас вот 25-го числа был немецкий, испанский, французский язык. Они были в один день в одном пункте тестирования, потому что, к сожалению, у нас немного ребят, которые выбрали эти языки. Хотела сказать, наверное, маленькое количество русских икон. Да, очень маленький, особенно испанский язык. На всю Одесскую область только 4 человека. Знаете, какие они вот незаменимые специалисты, когда отучатся, если поступят. Вот, французский чуть побольше, где-то порядка около 70 человек. Ну, и больше всех немцев там где-то 170 человек. Но, опять же, для, скажем, 15 тысяч выпускников это, ну, капля в море. Мало совсем, мало, да? То есть отдают предпочтение все-таки не языкам, а отдают предпочтение... Нет, это именно вот эти языки. Потому что английский язык, который был у нас сегодня, 29-го числа, он достаточно массовый. То есть у нас на английский язык было зарегистрировано 6 684 абитуриента. Почти половина, 15 тысяч дают всего. Да, явилось 6 200, то есть где-то 94% явка нормальная. Вот, и можно сказать, что английский является у нас, ну, в третьем после истории Украины и математики по выбору наших абитуриентов. Практически базовый. Да, то есть практически его выбирают очень многие для поступления. Дело в том, что сейчас он действительно на многие очень специальности, не только гуманитарного, даже технического профиля, требуется знание иностранного языка. В том числе, ну, у нас английский самый распространенный. Вот, в этом сегодня вот у нас работало по городу Одессе 19 пунктов тестирования. В области 10 пунктов тестирования, то есть где-то 29 пунктов тестирования на всю область. Хочу отметить, что, в общем-то, ребята стали более собранные, более дисциплинированные. Не опаздывают уже? Ну, было всего лишь зафиксировано одно опоздание. Все пришли с документами. На украинский язык были случаи без документов, некоторые приходили. Вот, но самое главное, что все вот пришли вовремя. И еще, что более нас радует, что всего лишь был обнаружен один мобильный телефон в Измаиле. Вот, а так, в общем-то, никаких нарушений со стороны ребят. В смысле, в классе, да? Да, в классе не было. Вот, поэтому... Списывали? Ну, мне кажется, что нет, раз не были обнаружены. Ну, не пойма, не вор, но, во всяком случае, нам хочется верить в то, что ребята все-таки пользовались только своими знаниями, своей головой и ничем лишним. Тем более, что в аудитории два инструктора, они, в общем-то, очень внимательно следят за протяжением всей этой процедуры. У нас работало порядка 10 общественных наблюдателей на пунктах тестирования. Ну, не считая наших представителей, которые контролировали процесс. Поэтому, я думаю, что прошло все честно, объективно. Осталось только подождать немножко результатов, потому что все иностранные языки, и английские в том числе, в общем-то, они, как и украинские, состоят из двух блоков. Первый блок – это самое тестовое задание, а второй блок – это так называемое творческое задание, то есть это мини-сочинение, да, которое должен написать ребенок. Вот, и он проверяется вручную, то есть у нас вот с завтрашнего дня начнут работать экзаменационные комиссии, вот, но мы не проверяем свои работы. То есть уже много лет сложилась такая практика, что работы из Одесской области уезжают в какую-то другую область, могут во Львовскую, могут в Харьковскую, мы об этом не знаем, а к нам привозят работы тоже из других областей. Ну, то есть какой-то объективизм, наверное, такой должен присутствовать. То есть ротация, да, ротация для того, чтобы, ну, скажем, вообще сделать наиболее объективными эти процессы, вот, чтобы не зависела от региона оценка. Мы же, ну, знаете, как вот, бывает, что работы, допустим, вот в Львовской, военно-франковской, то есть западной области, у них есть свой характерный тоже диалект. Некоторые преподаватели, в общем-то, ну, как бы обращают на него внимание. Вот, Полтавская, Киевская область, тем более Одесская область, тоже у нас есть особенности. Вот, чтобы эти особенности снивелировать, чтобы все-таки была объективная оценка именно литературного, например, китайского языка. То есть лучше непредвзятые все-таки эксперты, да? Да, делается вот такая ротация. Скажите, а правда ли, что вот в каком-то из прежних годов было так, что если украинский язык и литературу не сдали, то дальше не допускаются? Или что-то вот в этом роде? Было такое, но сейчас... Я просто помню эту ситуацию. Да, сейчас это не является принципиальным. То есть раньше было так, что вот ребенок не сдал украинский язык и литературу, все. Он уже не мог дальше идти сдавать остальные предметы. То есть он не допускается вообще никаким больше? Не допускался, да. Сейчас такого нет. То есть он украинский язык сдал или не сдал, он все равно сдает все те предметы, которые он указал при регистрации. А дальше, если что-то он не сдал, значит ему пишется НЕСКЛАВ. И он может, например, вот у нас ребята, которые в 2016 году проходили тестирование, они могут использовать сейчас сертификаты 2016 года для поступления в этом году. То есть если, допустим, он в 2016 году не сдал тот же украинский язык, он мог выбрать в этом году только украинский язык. А остальные предметы, которые его устраивают, ну по оценке я имею в виду, он предоставляет сертификат 2016 года. То есть такое право Министерства образования дало нашим выпускникам. Я думаю, что, наверное, в следующем году оно тоже сохранится, потому что это все зависело в первую очередь от тех программ школьных, которые действовали. Пока что у нас существенных изменений в программах не предвидится, поэтому я думаю, что и в общем-то схема эта останется тоже действующей. Это что касается вот такого вот подхода, да. А вообще вот по вашему опыту много ли было таких, которые НЕСКЛАВ? Ну, я вам могу сказать так, что НЕСКЛАВ относится, опять же, к рейтинговой шкале. Почему? Значит, у нас ребята сдают, вот, например, тот же украинский язык и литературу, значит, и как государственную итоговую аттестацию, то есть получают оценку по 12-бальной шкале. Там у нас нет отрицательных оценок и нет понятия НЕСКЛАВ. То есть если ты хоть что-то написал, уже хотя бы один балл, но ты получишь аттестацию все равно получишь. Другое дело, что этот пороговый балл будет не достигнут, и в уст ты поступать уже не можешь. Да, не можешь поступать. Не можешь претендовать. Вот, поэтому вопрос вот сдал-не сдал, это касается именно порогового балла. И если, допустим, вот если взять, опять же, как пример украинский язык и литературу, в прошлом году было 23 пороговый балл, те, кто набрали 23 и выше, получили оценку от 100 до 200 баллов. Те, кто не набрал 23 балла, значит, их писалось просто НЕСКЛАВ. То есть, ну, он не может с этим результатом уже поступать в высшее учебное заведение. Но он может готовиться, на следующем году еще раз пройти тестирование, если все будет удачно. А он может поступить в среднее заведение, допустим, учебное? Если по украинскому языку литературе, значит, стоит НЕСКЛАВ, то в этом году, увы, ни в одно учебное заведение, ни среднее специальное, то есть ни первого, второго, ни третьего, четвертого уровня аккредитации поступить нельзя. Потому что украинский язык является обязательным при поступлении на любую специальность в любое высшее учебное заведение. А вот все остальные предметы, там уже зависит от конкурсных ситуаций. То есть, если там бывает так, что выставляют, допустим, там математика или физика, там… Но сейчас, благо, очень много вариантов, и разные вузы предъявляют разные требования. Поэтому если ты какой-то предмет, например, ту же физику не сдал, но математика у тебя более-менее приличный результат, то, в принципе, дорога открыта, можно найти ту специальность, куда ты поступишь. Анатолий, а давайте теперь так вот предметно, у ребят впереди еще достаточно много испытаний, чтобы они понимали, чего точно не надо делать во время тестирования. Ну, точно не надо списывать, я понимаю, это будет наказано, там точно не нужно. Вот что, что такая вот, знаете, такая, может быть, страничка запретов каких-то? Ну, давайте начнем не с запретов, а что нужно сделать обязательно. Первое – это внимательно прочитать приглашение и адрес, куда вы должны явиться на пункт тестирования. Потому что, к сожалению, у меня вот был случай на украинском языке литературы, я был в 38-й школе, 10 минут до закрытия дверей, то есть без 10-11, влетает молодой человек, кидает, значит, дежурному свои документы, мы ищем его в списках, а его нету фамилии в списках. А он из другой школы. Еще приглашение, оказывается, он должен был прийти, только не сюда, тоже на фонтанской дороге, только рядышком Международный гуманитарный университет. Ну, дальше он уже за 3 минуты должен был сдать 100-метровку, не знаю, успел он добежать, не успел пока закопнуться двери. Потому что у нас в этом плане очень строго. То есть в 11 часов закрывается пункт тестирования, и уже ни один человек туда не попадет. Без 10-11, вообще-то мы его закрываем, но если вдруг вот такая ситуация, то есть 11 – это уже все, крайняя точка. С 11-ти ребята должны сидеть уже по аудиториям, и начинается сама процедура тестирования. То есть придите заранее, не портите нервы себе и все остальные. Да, хотя бы за минут 15-20, чтобы была возможность спокойно найти себя в списках, потому что еще одна ситуация. Ребенок в последний момент вбегает, значит, он, да, документы проверили, не забудьте документы, опять-таки, да что должно быть у них на руках. Это второе правило. То есть первое – ознакомьтесь, как вы должны добраться до пункта тестирования. Второе – обязательно проверьте, с вечера проверьте, все ли у вас документы с собой. Потому что должно быть оригинал. Если вдруг, не дай бог, вы забыли паспорт или сертификат, ну, запрошение, ну, тоже оно должно быть. Значит, должно быть паспорт в обязательном порядке. Если это, скажем, выпускник прошлых лет или, допустим, военнообязанный, это может быть, в общем, любой документ, который записан в сертификате. То есть они должны совпадать. Допустим, номер документа, по которому идентифицируется личность, должна быть записана в сертификате. И эти номера должны совпадать. Дальше в обязательном порядке сертификат сам. Потому что это тот документ, который подтверждает ваше присутствие на пункте тестирования. Ну и приглашение. Приглашение указывается, куда вы должны прийти. То есть вот в случае с этим молодым человеком, если у него не было приглашения, мы бы не знали, что с ним дальше делать, потому что... Куда его перенаправить, как минимум. Да, куда его перенаправить, совершенно верно. Вот. Это второе обязательное правило. Второе документы дальше. Вот. И я уже говорил, что самое главное, значит, спокойно найти свое рабочее место, потому что были случаи, когда ребенок вбегает в аудиторию, прыгает на первое свободное место, а оказалось, что это место, кто не пришел. То есть у него было другое место, он на это не обратил внимания. Если инструктор, ну у нас, как правило, инструктора, в общем-то, они подготовлены, опытные, то есть они все равно проверяют, сидит ли человек на своем месте или не сидит. Ну всякое бывает. Если, не дай бог, не проверили, и он оказался на своем месте, то потом будут проблемы с идентификацией результатов. То есть его результаты как бы будут аннулированы, потому что его как бы не было, а кому-то может быть начислено, но оно все потом выясняется. То есть такого, чтобы кто не был... Ну понятно, но это какие-то лишние нюансы, лишние проблемы. То есть это лишние проблемы, совершенно верно. Ну и это все, да? Это то, что нужно и то, что не нужно. Да, самое главное, что категорически не надо делать. То, что категорически не надо, это брать с собой любые, ну скажем, средства, которые вы считаете вам могут помочь. То есть не просто даже мобильные телефоны, гаджеты там, или вот сейчас популярно появились часы, гаджеты. То есть в любом виде, в любых вариациях, даже их составляющие. Наушники, там этот USB-порты. То есть все, что может быть связано с электроникой, лучше это все оставить на столике для личных вещей. Вы за стол должны сесть только документы, две ручки черного насыщенного цвета, и можно взять бутылочку водички. Все. То есть не рассчитываете на то, что не заметят, а ВОЗ пронесет? Нет, нет, нет. Это уже практически не бывает. Лето чревато потом проблемами. Да, у нас очень опытный персонал, уже многие люди не один год работают. В общем-то, они уже научились очень быстро распознавать, где кто. Так, понятно, без шпаргалок. И что еще? Ну, и самое главное, не забыть голову. Потому что если вы забудете шпаргалки или телефоны, ничего страшного не произойдет. Если вы, скажем, придете вот с баломошенной и не сумеете сосредоточиться, то вам будет очень тяжело выполнить эту работу. То есть в ГИЛЕС главное собраться, да? Собраться, да. То есть собрать волю в кулак, и вы тогда вспомните все, что вы знали, и может быть даже что и не знали. Мне кажется, что за эти годы, что проводится тестирование, уже в принципе к этому привыкли. Помните, мы с вами общались тогда, когда это только стартовало. Когда это была новинка, и это был какой-то такой вселенский ужас, знаете, и паника. Потому что вы пока не понимали, даже вы не понимали, как это будет проходить. Ну, а выпускники уж тем более. Они понимали, и все пребывали в какой-то панике. Кстати, по прошествии нескольких лет отзываются об этом, мне кажется, уже больше позитивно. К этому привыкли, приспособились. Считают, что здесь, да, есть процент объективности, минимальный человеческий фактор. Ну, пока что самый высокий процент объективности. То есть пока ничего более совершенного еще не придумали. Ну, там, где сведен к минимуму человеческий фактор, это доказывает, что, наверное, это решение было верно. Если, конечно же, Министерство образования не придумает чего-нибудь новенькое нам, потому что они постоянно нам что-то подбрасывают. Ну, посмотрим, как будет. Ну, пока что... Пока каких-то водных нет на предметы этого ЗНО. Пока, да. Что касается переселенцев и крымчан, есть ли здесь какие-то проблемы? Были ли, потому что примерно в марте была информация о том, что есть у них возможность, нужно было там зарегистрироваться, нужно было это сделать вовремя. Я понимаю, что мы говорим уже по факту, но, тем не менее, не столкнулись ли они сейчас с проблемами? Нет ли у них таких... Дело в том, что у нас все ребята, которые вот были с территории неподконтрольных, или вот переселенцы, те же крымчане, значит, во-первых, они должны были еще с осенью, ну, может быть, в начале этого года, срегистрироваться. Если они учились на неподконтрольных территориях, то аттестат, выданный, допустим, тоже ЛНР, ДНР или Крымом, он недействительный, поэтому они должны были экстерном здесь закончить нашу обычную школу. А раз они оформлялись, естественно, экстерн, то они уже как бы становились нашими выпускниками, и у нас не было отдельной статистики, что вот из этой школы этот ребенок, допустим, переселенец, а этот не переселенец. Но те ребята, которые уже имели аттестаты украинские, и которые, допустим, недавно приехали, то у них, во-первых, регистрация была определена аж до 19 мая. И даже сейчас, если вдруг появляется такой человек, который, ну, скажем, по какой-то очень веской причине, или, допустим, он вернулся с фронта, или еще какая-то очень весомая причина, то мы тоже решаем в индивидуальном порядке эти вопросы, но это уже только на дополнительную сессию, которая будет в июле месяце. Ну, во всяком случае, шанс в любом случае дается, поэтому и можно воспользоваться. Спасибо вам огромное. Пока я, насколько поняла, вы довольны ходом ЗНО. Постучим по дереву. Да, я думаю, что все пройдет и дальше достаточно успешно. Анисимова Анатолий, директор Одесского регионального центра оценивания «Качество образования» был гостем нашей студии сегодня. Мы говорили о том, как проходит внешнее независимое оценивание. Удачи вам и, конечно же, еще больше удачи хочу пожелать выпускникам. Пусть у вас все получится. Будьте на первом городском. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин